Сестрёнка? Сестра, поешь чего-нибудь? Я прошу тебя. Почему так делаешь, а? И таблетки не пьёшь. Ничего не ешь. Сестра, скоро родители уезжают. Как я с тобой справлюсь, Али? Не справляйся, Дарина. У тебя что, нет пар? Уходи. В чём дело, Денис? Что я сделала тебе? Не начинай, прошу тебя. Не хочу, Денис, ты не понимаешь меня? Не трогай меня. Выходи, говорю тебе. Но, сестра, нужно поесть. Я не хочу, поняла меня? И таблетки не хочу, и тебя тоже. Оставь меня, говорю тебе. Ничего не хочу. И никому не говори, что я больна. А что сказать? Что гуляй по вечеринкам. Где ночую, неизвестно. Что хочешь, Дерин? Уходи, и дверь закрой. Уходи. Госпожа Бану? Да? Я ухожу. Присмотрите за Денис, ладно? Хорошо, госпожа Дерин. И потом поднимитесь, уберитесь в комнате, ладно? Хорошо, не переживайте. Хорошо, не переживайте. Барыш, ты чего это так рано? Чего это? Ты не рада, что я рано вернулся? Ты успокоилась, Вить, так? Дай-ка сюда, я так и думал. Подожди, я постираю. Дай сюда. Папа тебя оставил, Вить, так? Да, им было скучно, они ушли. Ты не будешь стирать, давай. Давай, давай, ложись. Твоя задача спать и отдыхать. Остальное я решу, хорошо? Я постираю и все развешу. Я сам все решу, давай. Как девочки в ателье? Сильно устали? В порядке, они работали. Когда узнают о том, что поженимся, будут волноваться. И не говори. Наверное, прикончит меня от волнения. Ты что говоришь? Даже брат согласен. Все хорошо. Не так ли? Ладно, развешу белье. Пока дети не вернулись. Их нужно постирать. Ладно, тогда постираю. Темные и светлые не кидай. Ладно, хорошо. Так. Это темные? Хотя нет, цветные. Вот сюда. Документ Денис. Просил раздать учителям копию. Ладно, хорошо. Если больше ничего нет, можешь идти. Вообще-то есть. Что ты сделал с Денисом, Рахмед? Ничего. Тогда почему она такая? Что ты сделала? Скажи мне правду. Говорить правду не в твоем стиле, но тем не менее. Не томи, Дерин. Говори, что хочешь и уходи, а? Не утомляй меня. Что было между вами, Рахмед? Зачем тебе это? Раньше она по всем рассказывала мне. Я такой видела Денис только однажды. В лицее. Тогда ее парень. Мне это неинтересно, понятно? И твоя личная жизнь тоже. Ни бред, ни игры не интересуют. А ты не интересуешь меня. Я думаю о ней. Тогда с ней было то же самое, и она ушла. Папа еле-еле вернул ее. Уже не было той веселой, безбашенной Денис. И после того, что было с ней, стал играться с людьми и причиняясь им боль. Как это? Это разве не из-за матери? Причем здесь это? Она умерла, когда ей было 13. Моя мама вышла за ее папу позже. Как умерла? Я не знаю. Автокатастрофа. Почему спрашиваешь про мать? Да нет, просто... Видишь, я здесь ни при чем. Если все, ты можешь идти. Мне нужно работать. Так, минутку. Вы завтра женитесь? Больше нет смысла тянуть. Сделаем свадьбу в доме барыша. То есть в нашем доме. Между собой. Может, не будем спешить? Подождали бы, когда все будет хорошо. Да, барыш? В смысле? Ты говоришь про ателье? Если ты об этом, то ничего. Один день отдохнем, и все. Да, Чичек, да, целай. Потом все успеем, все сделаем. Конечно, милая, об этом даже не думай. Мы-то решим, но ты же приболела. До конца не выздоровела еще. Чтобы не было нагрузкой, ведь так, барыш. Да, барыш? Да, да. Но мы женимся. Завтра свадьба. Решим все проблемы, не переживайте. Ну да, да, как-нибудь. Посмотрим. Почему вы такие странные, а? Просто все неожиданно, вот и удивились. Но хорошо придумали, ведь так, Эхмед? Счастье, сестра Фелис, важнее всего. А ты не вмешивайся. Так, что это? Ну ладно, завтра свадьба. Хорошо, все решим. Всего вам наилучшего. Я еду. Туфан, пойдем, решим пару вопросов. Да, решим, конечно. В чем дело? Куда это вы? Да так, есть мелкие дела. Музыка, свет и так далее. Мелочи. Мы все решим и вернемся. Мы решим, ничего нет. Пойдем. Жених сошел с ума. Дай Аллах к лучшему. Чичек, вставай. Присмотрим платье. Решим какие-то вопросы. Прямо сейчас? Мы так хорошо сидели. Еще посидим, милая. Нужно идти. Посмотрим, вдруг не найдем. Придется идти по магазинам. Да-да, пойдем, Чичек. Ладно, иду. Брат, может быть, и мы подышим воздухом? Ну пойдем. Хотя ты перегибаешь, оставили ее одну. Да что это с ними? Все вместе ушли. Да что может быть? Наверное, готовят подарок. Давай подумаем про свадьбу, а? Это будет так романтично. В новом доме, да? Да, ну что я надену? Посмотрим, выберем. Брат, ты не понимаешь? Неизвестно, что будет. А ты женишься на сестре? Брат, все решим, не волнуйся. Проблем нет. Я не расстанусь с ней, понятно? Пойми это. Ладно, мы поняли, ты решишь. А если не выйдет? Ну и что будет? Уедешь в Америку женатым? Такого не будет, не преувеличивайте. Я с ней халь не уеду. Ладно, оставайся. Будешь носить ей передачки. Давайте, расскажите все, Фелис, давайте. Что мы расстанемся, давайте. Долго ли она протянет? Давайте. Мы нет, имели в виду. А что вы имели в виду? Будто бы у меня есть выбор быть без Фелис. Фелис, скажу кое-что. Тебе нужно вмазать. Но после этого ты все равно не образумишься. Да, я не поумнее. Вопрос закрыт. Где тип с каменным лицом? Он не знает это место, ведь так? Придет, придет, не волнуйся. Что вы здесь делаете? Собрались здесь все. Идем сюда. Решаем проблемы твоего зятя. Ячменный сок есть? Папа. Ну а что? Если нет, чего зовете нас, а? Брат Фикри, постой, не уходи. Фелис завтра за него выходит замуж. Будет свадьба. Обожаю свадьбы. Будем ждать, приходите. Ну, чего стоим? Брату Фуан, давай открывай. Пойдемте, проходите. Садись, Хатун, присаживайся. Добрый вечер. Адвокат? Ну что, начинаем? Всем добрый вечер, я не опоздал, ведь так? Это я сообщила Джемилю. Мы собираемся. Проходи, проходи. Да, это я сообщила Джемилю. Он ведь наш герой. Полицейский не помешает, слава Аллаху. Адрес Адри тоже нашел он. Не так ли, Тюлай? Я сделал все, что было необходимо. Больше ничего нет. Не хочу, чтобы Фелис сел в тюрьму еще раз. Сделаю все, что в моих силах. Да, да, все, что в его силах. Спасибо, Джемиль. Ну, рассказывай, слушаем тебя. Есть хорошая и плохая новость. Про досье вы знаете. Но против Фелис в досье ничего нет. Ты не в зале суда, тебя здесь не понимают. Объясни по-человечески. Все, что есть в досье, содеяно. Но со стороны других. Со стороны Нихаль и Садри. Хорошая новость. Есть улики, подтверждающие это. Тогда чего же мы ждем, давайте арестуем их. Да, Джемиль может арестовать. Да, но не так все просто в этих документах. Есть и имя Фелис. Нихаль и Садри могут свалить все на нее. Но есть же улики, ведь так? Да, есть, но нужно забрать у Нихаль и Садри. Это плохая новость. Это и есть плохая новость? Адвокат, ты в своей жизни плохих новостей не слышал. Где они? Скажи, я заберу. Ладно. Сберите документы у Нихаль и Садри. Я отнесу в прокуратуру и открою дело. Ладно, хорошо. В доме Нихаль есть сейф, закрытый. Документы там. Завтра пойду к Савашу и... Увижу сына и сберу документы. Не глупи, завтра свадьба. А что поделать, придется? Времени нет, мы спешим. Мы спешим, а у нас нет времени. Понять не могу, зачем назначили дату свадьбы? Куда бежите, пожар что ли? И так полно проблем. Во время свадьбы жених не может никуда ехать? Ты не можешь уехать и вернуться? Кроме того, Фелис будет одна дома. Кто будет ее отвлекать? Ну и что будем делать? Именно, брат, мы не можем так рисковать. Нужно быть с ней. А если не успеешь? Вы преувеличили. Я соберу всех своих друзей. Пойду, сберу документы и вернусь. Вот и все? Точно. Скажем, Мини и Лебола скучали по Савашу. Разве нет? Ладно. Я скажу вам, код от сейфа и где он находится. Сейчас. И, кстати, заставьте ее говорить. Чтобы хоть что-нибудь было. Это на мне, брат. Хорошо или плохо, но мы знакомы с ней. Откуда? С района. Какое тебе дело, брат, а? Во все ледешь, да? Да что я ему сказала такого? Ну все, все. Хикмет, успокойся. Может быть, сходим к Садри, а? Сегодня мы ходили, смотрели, но никого не было. Давай еще раз сходим, а? Попробуем. У меня руки вот так вот не поднимутся украсть. А у меня поднимутся Садко. Я для вас возьму. Вот это моя Хатун. Вперед. Прозвенел звонок. Перемена. Открой дверь. Подождите минутку. Мы сейчас вместо Фелис отправим в тюрьму вас троих? Я с этим не связан и в тюрьму не сяду. Но, скорее всего, адвокатом больше не буду. Я спрашивала не по профессии, господин Селин. Если мать ребенка сядет за решетку, что будет с меня с вашим? Я об этом. А что будет с ней? У него есть отец. Я позабочусь о нем. Вот видишь, он все решил, Тюлай. Решал его Актан. Да где же они пропали? Сестра. Какое? Розовое или черное? Не могу решить. Как хочешь. Какое больше нравится. Может быть, мне спеть? Например, рэп. Можно? Как хочешь. Я правда не могу решить. Может быть, оба сразу надеть? Хорошо, милая. Надень оба сразу. Что здесь такого? Вы знаете, по-моему. Они что, готовят сюрприз? Да, готовят сюрприз. Знаешь что, сестра? Может быть, мне и Кирас и Исмо подготовят для тебя хорошее выступление? Что скажешь? Как знаете. Я хочу все, что вы сделаете. Ложите спать. Я поговорю с сестрой Зинеп. Но почему? Ты в порядке? В порядке. Почему спрашиваешь? У вас проблемы с Исмитом? Он тебе что-нибудь говорил? Нет. Сестра, я надоела ему. Что будет, если я захочу развестись? Разве можно так? Это что, детские игры? Нет, ведь так? Сестра, если он захочет, поддержи меня. Защисти меня. Куда я пойду в таком положении? Что я буду делать? Я не поддержала то, что делали вы. Но уже ничего не вернуть. Не переживай. Я не оставлю ни тебя, ни племянника. Поняла меня? И не буду лезть в ваши отношения с Исмитом. С этим разбирайся сама. Мне кажется, тебе нужно поговорить с ним. Ну и что вы проворачиваете, интересно? Где барыш? Невеста пусть ни во что не лезет. Идемте спать или вы? Сегодняшний день закончился. Завтра свадьба. Давай, сестра, завтра свадьба, ложись. Не нужно ждать. Доброй ночи. Доброй ночи. Брат. Ну что? Что говорит? О чем говорили? Мы в дерьме, Фико. Это мы и обсуждали. Нужно решить вопрос со школой. Если даже скинемся все, вам не оплатим учебу. Поймите это. Придется получать стипендию или как-нибудь решить данный вопрос. Откуда возьмем стипендию, брат? Об этом и нужно подумать, огурец. Как-нибудь найдешь. Ходи в команду или делай, что хочешь. Что-нибудь придумаем? Но что? Кстати, чтобы спасти сестру, нужно забрать кое-что у Садри и Нихаль. Завтра с отцом решите это, хорошо? Хорошо. Гляньте на него. Мы в таком дерьме. А он решил назначить дату свадьбы. А мы идем и помогаем ему. Давайте дадим его жене. Пусть уезжает. Довольно, Хикмет. Как-нибудь реши. Чего стоишь, а? Давай ложись. Иди к жене. Какое тебе дело? Какое тебе дело? Ты перебарщиваешь. Чего срываешься, а? Что же будем делать, любимый? Как решим данную проблему? Такое чувство, что кидаем ее в огонь пламени, наблюдая за этим. Никого никуда не кидаем, цветочек мой. Не волнуйся, все будет хорошо. Он только решил жениться. Будто бы пожар. Нужно было решить все проблемы. Что поделать? Он любит. Боится потерять ее. Я ведь знаю его. Поэтому он как сумасшедший себя ведет. Посмотри, мы тоже сумасшедшие. Сидим на подушках. Нет ни работы, ни денег. А я обожаю это. Ну и что будет ради Аллаха? Не переживай. Найду работу и что-нибудь придумаю. Все решим. Будь рядом. Будь в порядке. А то, что на полу спим и голодаем, то ничего страшного нет. Вот как говоришь. Вот так вот и говорю. Может быть, тот матрас в комнате постелим? Что скажешь? Боже мой. Какое веселье вы планируете? У нас есть пару тактик. Каких? Покажи мне их. Тогда сперва пойду я. Да, конечно. Вы вперед, а я за вами. Прямо за вами. Прошу, проходите вперед. Вы вперед, а я за вами. Прошу, проходите вперед. Денис? Ты что здесь делаешь? Я скучал по тебе, Денис. Как ни по кому в этой жизни не скучал. Я знаю это. Ты ведь больше не уйдешь. Я вынуждена. Не уходи. Останься. Давай проиграем вместе. А? Будем бороться до последнего. А потом оба проиграем, а? Ну не уходи, прошу тебя. Денис. 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 Денис, не уходи. Денис. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да ладно. То, что было с папой, не хотела говорить. То есть не понравилось, да? Да нет, я не собираюсь лезть в их отношения. Как я могу? Сестра, давай ложись. Завтра свадьба. Давай. Доброй ночи. Доброй ночи. Спасибо, одевайся. Почему так спешим? Понять не могу. Я бы их в школу проводила. Да нет, сестра. Брат Кикмед нас отведет. Ступай. Да, я все сделаю. Занимайся собой. Ты сегодня выходишь замуж. Сделай прическу. Времени нет. Какая прическа? Я собиралась в ателье. Давно там уже не была. В день свадьбы? Давай, иди уже. Дай отдохнуть, а? Иди. Послушайте, чтобы Смол выпил молоко, хорошо? Хорошо. Ты тоже молоко выпей. И скажите, Керас, пусть выходит. Будто на подиум идет. Ну давай, иди, иди. Пока. Давайте мини-ли-болы. Покажите себя, хорошо? Да ну тебе, все из-за тебя. Ну что опять, а? Не начинай. Ты молчи. Где Кераса? Она идет? Она пойдет в школу сегодня. Она не сможет. У нее контрольная. Пойдем, папа. Пока не даем яичницу, никуда не пойду. Папа, я спрошу кое-что. Клянусь, мне интересно. Как ты такой спокойный по жизни, а? Вот как? Ну а что? Сестру посадить могут, а ты яичницу доедаешь. Ну а что делать? Вы все такие. Вы бесполезны. Даже Хатун задействовали. Она осуществляет весь план. А где Оливки? Давай, вставай, опаздываем. Вставайте. Папа прав, Фико? Пойдем. Здравствуйте. Добро пожаловать. С добром. Вы Рейхан, да? Да, говорили по телефону. А вы невеста. Здравствуйте. Хорошо. Пройдемте, осмотрим все. У нас все готово. Конечно. Если не понравится, что-то можем переделать. Мы придумали вот что. Здесь будет фуршет. Здесь будет танцпол. А вот здесь стол регистрации. Все великолепно. Простой, минимальный декор. Как вы и хотели. Хорошо придумали. Но не стоило все раздувать. Ты чего это? Мы женимся, ты понимаешь это? Если будем праздновать 40 дней и 40 ночей, все равно будет мало. Но пока обойдемся. Я пойду открою. Может быть, сообщить соседям, а, чтобы не беспокоили? Не переживайте, мы сообщили все. У нас маленький сюрприз. Связан с огнями, снаружи. Госпожа Фелис, смотрите, что здесь. Всем привет, мы пришли. Платье привезли. Зинеп, ты разве не в ателье была? Нет, ходила по салонам. Это сестра Фердаус, ее помощница. Прическу делаем? Делаем, делаем, да. Я с добром пожаловала. Дайте мне комнату, я размещусь. Конечно, проходите. Алло, Хитмед, что делаете? А что делать, брат? Занимаемся шпионством перед домом твоей жены. Скажи бывшей жене. Бывшая жена, ясно? Жду хороших новостей. Хорошо, давай. Это ведьма в этом доме живет? Да, живет. Послушайте, вы же поняли, что будем делать? Брат объяснил уже три раза. Мы что, глупые? Да, глупые. Вы всегда делаете одно и то же бесполезное. Папа, закончите и подайте знак, я приду, хорошо? Хорошо, ты что, меня учить будешь, а? У меня побольше опыта. Отойди. Пойдем. Давай, сынок, собирай игрушки. Когда придет папа? Папа, завтра придет. Поторопись, собери все игрушки. Пусть останутся. Поиграю, когда вернемся. Сыночек мой, послушай. Я, ты и папа уедем, и больше не вернемся. У нас будет новый дом. Хорошо? Но почему? Чтобы жили вместе. Ты ведь хочешь, чтобы мы жили вместе? Ладно. Тогда собирай игрушки. И больше не грусти. Мы пришли к Савашу, он здесь. И Смо пожаловал. Побежали, пойдемте играть. А вы кто? Я их папа. Тут есть маленький Саваш. Мы пришли с ним поиграть. Выйдите, пожалуйста. Что за бред? Пусть дети поиграют. Что здесь такого? Растопырила глаза, как будто зайц. Которому глаза светят. Что здесь такого? Это невозможно. Что вы делаете? Я вызову полицию. Уйдите из моего дома. Бежим. Не поймаешь. Не поймаешь. Глаза красивые. И дом тоже красивый. Наверное, сок ячменный есть, ведь так? Приготовьте мне сок. А я пока осмотрю дом. Еще чего? Постойте. Дети, что вы делаете? Это и правда место мошенников. Где вы нашли его, девочки? Как ты поняла, что место мошенников? Госпожа Хатун, вы уверены, что вы сделаете это? Если не справимся, попадемся. Не попасть бы в тюрьму, спасая Фелис. Ваши слова не принимаю. Это оскорбление. Не переживайте. Отвлеките его, и все. Остальное за мной. Дай бог. Дай бог, чтобы все вышло. Пойдемте. Легенькой работы. Где офис Садри? Отсюда по коридору направо. Вот эта дверь. Спасибо. Легкой работы. Ладно. Возьми два и отправь в редакцию. Легкой работы, господин Садри. Вы заняты? Добрый день, господин. Здравствуйте. Мы пришли. Что вы здесь делаете? Я просила вас не приходить. Ну вы даете. Мы же вместе работаем. Вы наш начальник, в конце концов. Хотели бы вас узнать. Конечно. Вы ведь директор. А мы рабочие. Трудимся ведь вместе. Решили прийти, чтобы директор видел, как мы относимся к работе. Именно. Что вы несете? Без записи вы меня просто окружили. Господин Садри, нас не познакомили? Представлюсь. Я Хатун. Очень приятно. Не сглазить бы. Девочки, как вы и говорили. Он словно лев. Да, мы. У меня дела. И нет на вас времени. Я вам дал работу, вот и делайте ее. Вот и все. Мы тоже по поводу работы здесь. Как я вижу, ваше место работы. Пример для подражания. Покажите мне, как вы получаете вдохновение. Что скажете? Что скажете? Конечно. Отдадим товар, но не знаем куда. Вот решили прийти и посмотреть. Мы тоже хотим быть уверены. Покажите нам рабочее место. Проверим все. Подписи ставили, ничего не зная. Откуда нам знать? Может быть, вы нас обманули? Мы и без денег работаем. Даже аванс не получили, господин Садри. Не получили, и вправду. Ладно, хорошо. Ступайте со мной. Посмотрите и уйдете. Большое спасибо. Кажется, понизился сахар в крови. Целыми днями ходим туда-сюда. Наверное, поэтому. Я полежу, отдохну, хорошо? Составьте ему компанию. Ладно, милая, наслаждайся. У вас такие красивые глаза. И смотрите так мило. Можно попросить вас? Принесите мне сладкий чай. Мне пойдет на пользу. И поговорим вдвоем. Хорошо, принесу. Спасибо. Цветы тоже готовы. Мы отправили их к тому типу, но... Даже другку не берут. Их поймали, а? Да тихо ты. Фелис в комнате. Пойдем. Это хатун, похоже на мультуриску. Как-нибудь решить, не волнуйся. Вот закончится все, и я тебя изобью. Изобьешь, изобьешь. Брат Туфан? Ты так рано пришел. Не оставлял бы кафе? Мы ради вас не только кафе оставили. Да уж чего уж там. Что оставили? Да это я так, к слову. Мы ведь много пережили вместе, в этом смысле. Вы скрываете что-то? Да что, красавица моя. Ладно, буду думать, что сюрприз. Ладно, позвоню Цюлай. Не надо, не надо, не звони. Зачем спешишь? Она занята. Они тоже замешаны, ведь так? Ладно, хорошо. Почему такая любопытная? Пойдем, покажу тебе кое-что. Ты пытаешься меня отвлечь, ведь так? Нужно кое-что обсудить, пойдем. Мы с тобой забыли кое-что важное. Что забыли? Что же ты придумаешь, чтобы меня занять? Скажи мне вот что. О чем ты мечтала в качестве подарка на свадьбу? А я исполню это. Барыш, не глупи. Какой подарок, а? Ты так много всего делаешь. Красавица моя, попроси что-нибудь. Что здесь такого? Скажи мне о своей мечте. Мы ее реализуем, а? Говори. Мечта? Да. Но не знаю. Хочу видеть всех наших. Видеть, как они счастливы. То, что хочешь именно ты, ладно? Забудь о них. Говори. Ну, не знаю. Ничего не лезет в голову. У всех есть мечты. Подумай хорошенько. Ты просто боишься мечтать. Ты закопала это. Ты стал психологом? Это серьезно? Ну, подумай, подумай. О чем ты мечтала в этой жизни? Ну, я мечтала всегда. Оплатить все счета. Теперь еще и ателье есть. Ладно, Фелис. Сделаем так. Посиди здесь и подумай, хорошо? Вечером, когда будет танец жениха невесты, скажи мне на ушко. Как тебе идея? Ты думаешь, мы сегодня распишемся? Станем мужем и женой? Так все уже готовится? Ты не видишь? Вижна, не могу в это поверить. Вы скрываете что-то от меня? Ладно. Хорошо, я посижу здесь. Хорошо? Буду мечтать. А ты иди. Решай свои дела. Хорошо. Послушай, ты серьезно? Адайся полностью. Хорошенько подумай. Придумай красивую мечту. А я ее исполню.